Здравствуйте! С вами Александр Инковский и программа Крым Лев. Сегодня мы покажем и расскажем, как на самом деле живет Крым спустя год после начала российской оккупации. С какими проблемами столкнулись его жители и что они думают о происходящем. Самые важные события недели далее в программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Журналисты под прицелом на допрос в ФСБ вызвали еще одного крымского работника, независимого СМИ. Религиозные репрессии. Почему оккупанты не притесняют священников московского патриархата? Суд десятилетия. Кому достанется крымское скифское золото? Российский вице-премьер на украденной у украинского олигарха даче Валушки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередное преследование крымского журналиста со стороны ФСБ России. Бывшего редактора информационного агентства Центр журналистских расследований Анну Шайдурову вызывает на допрос в ФСБ в Симферополе. По ее словам, по телефону человек, назвавшийся майором ФСБ Коломыцевым, требовательно приказал явиться для дачи показаний в управление. И сообщил, что повестку ей вручат на месте, предложив ей, как создательной гражданке, явиться сегодня в управление в любое время. В Крыму продолжаются преследования журналистов, независимых СМИ. Бывший редактор и журналист информационного агентства Центр журналистских расследований Анна Шайдурова была допрошена следователем ФСБ в Симферополе. Допрос проходил в рамках уголовного дела, возбужденного по факту публикации на сайте Центра журналистских расследований статьи Анны Андреевской о волонтерах батальона «Крым» по статье 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Сегодня меня допрашивали в качестве свидетеля в рамках уголовного дела, возбужденного по факту размещения материала на Центре журналистских расследований материала волонтера батальона «Крым». У меня статус свидетеля. Все нормально. Два с половиной часа мы уложились. Все прошло хорошо. 7 апреля редакторы и журналисты информационного агентства Центр журналистских расследований Анну Шайдурову вызвали на допрос в ФСБ в Симферополе. Человек, назвавшийся майором Коломытцевым, сообщил, что ей, как сознательной гражданке, необходимо явиться в управление в любое время. Затем допрос перенесли на следующий день. Напомним, 13 марта 2015 года в квартирах родителей журналисток Анны Андреевской и Натальи Кокориной сотрудники ФСБ проводили обыск. После обыска Наталья Кокорина была доставлена в управление ФСБ, где ее допрашивали в течение шести часов в качестве свидетеля по делу. После Кокорину отпустили, изъяв у нее личный ноутбук. Как следует из протокола обыска у родителей Анны Андреевской, которая уже год не проживает в Крыму, ФСБ России возбудило уголовное дело по статье 280.1 Уголовного кодекса России. Крымская полевая миссия по правам человека заявила, что возбуждением данного дела ФСБ РФ нарушает принцип территориальной подследственности, поскольку материал опубликован на сайте Украинского агентства «Центр журналистских расследований», зарегистрированного Министерством юстиции Украины, редакция которого, как и журналист, находится в Киеве. Конфликт интересов православных верующих с новой силой разрастается в Крыму. Однако не только православные христиане чувствуют давление со стороны оккупационных властей. Чуть ли не ежедневно Банформирование самооборона проводит обыски в мусульманских мечетях, а имущество Украинской православной церкви Киевского патриархата экспроприируется. Вольготно себя чувствуют только священники Московского патриархата, которые пытаются сидеть на двух стульях сразу. В оккупированном Крыму продолжается процесс сворачивания права граждан на свободу вероисповедания. Представители различных религиозных общин подвергаются репрессиям. По данным правозащитников Крымской полевой миссии по правам человека, на священников систематично оказывается давление. В мусульманских мечетях проводятся обыски, а храмы Украинской православной церкви Киевского патриархата подвергаются нападению со стороны представителей Крымской самообороны. На священников постоянно оказывалось давление, на самого архиепископа Крымского Климента, который неоднократно об этом говорил. И буквально недавно от архиепископа Климента потребовали, чтобы он передал один из участков, который находился в собственности Киевского патриархата, передал под застройку для Федеральной службы безопасности. Не дожидаясь ответа архиепископа, Аксенов уже подписал акт о передаче этого земельного участка. Имущество, которое оккупанты отбирают у священников УПЦ Киевского патриархата, затем передается в распоряжение Крымской епархии Московского патриархата, утверждает правозащитница. Так случилось, по ее словам, с храмом Покрова Пресвятой Богородицы в селе Перевальная Симферопольского района. В свою очередь в Украинской православной церкви Московского патриархата эту информацию опровергают. Представители Киевской митрополии говорят, что их священникам в Крыму тоже непросто. Симферопольская и Крымская епархия нашла выход из положения в сотрудничестве с оккупационной властью. Можно сказать не только о Крымской и Симферопольской епархии, а о все религиозные организации, которые сегодня есть на территории Крыма, они так или иначе вымушены вступать в отношения с теми органами власти, которые там наявлены. То есть это по необходимости? Конечно. Одним из примеров такого сотрудничества по необходимости является собой митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь сразу же после российской аннексии Крыма. Он сначала благословлял самопровозглашенного премьера Сергея Аксенова на добрые дела, а затем пригласил его на свой юбилей. После этого вместе с крымскими оккупантами участвовал в установке закладного камня будущего памятника ополчению Крыма. Тому самому, который осуществляет репрессии в отношении представителей других религиозных общин Крыма. Лазарь находится на фотографии. Я не вижу, что на память. Могу прокоментировать. Давайте я вам передам. Вы раздивите и прокомендуйте просто вы. Давайте. Ну, пожалуйста, и про что тут говорите? Как вы прокоменствуете? Я прокомендую таким чином, что на сегодняшний день с Аксеновым контактует не только митрополит Лазарь, но я так понимаю, что и керевство даже даже государственных украинских установок. В УПЦ Московского Патриархата обращают внимание, что многие крымские священники являются выходцами из материковой Украины, в том числе митрополит Лазарь, уроженец Тернопольской области. Несмотря на сотрудничество с крымскими оккупантами, он продолжает оставаться членом Священного Синода, высшего руководящего органа Украинской Православной Церкви. Ее представители предлагают понять и простить. В Крыму выгонять людей из храмов придумали другим способом. Из-за особенностей российского законодательства церкви, которые не прошли регистрацию согласно российскому законодательству, должны были прекратить свою деятельность на полуострове уже с 1 апреля. Затем срок их перерегистрации милостливо продлили до конца года. Суть десятилетия. Украина и Россия оспаривают право владения с киевским золотом, которое выставлялось в Амстердаме вплоть до мая 2014 года. После завершения экспозиции крымские самопровозглашенные власти при поддержке руководства Эрмитажа стали требовать ценности стоимостью более чем в полтора миллиона евро обратно на оккупированную территорию. Украина же пытается вернуть свое культурное наследие на территорию подконтрольную ей. Как руководство страны отстаивает свои интересы и не дает себя обокрасть, выясняли у министра культуры Украины Вячеслава Кириленко. Украина и Россия оспаривают в Амстердамском суде право обладания экспонатами выставки «Крым, Золотой остров, Черном море, Греки, Скифы, Готы», которые выставлялись в Европе до конца мая 2014 года. Окупанты считают, что в скифское золото должно вернуться в музей полуострова. Украинская сторона уверена, 550 уникальных экспонатов должны находиться исключительно на территории подконтрольной ей. Министр культуры Вячеслав Кириленко подчеркнул, кработливая работа по возвращению государственного наследия ведется ежедневно лучшими юристами страны. Также удаленно отслеживают, что происходит с культурным наследием на аннексированной территории. По словам министра культуры, процесс будет долгим и сложным. Он уверен, что российская сторона использует все средства влияния – и законные, и не самые честные. Вячеслав Кириленко уверяет, накануне не только культурная репутация страны, возможность косвенного признания Крыма как российской территории, но и круглая сумма. Страховая стоимость крымских экспонатов оценивается в полтора миллиона евро. Включила все ресурсы российская сторона. Я уверен, что работают эти ресурсы подкупу. Поэтому процесс просто затягивается. Новые дополнительные обстоятельства просит разъяснить российская сторона, новые факты просит проанализовать Високий суд Амстердама и так далее. Мы делаем с точки зрения юридических процедур все необходимое для того, чтобы эти прошуги российской стороны связаны просто с затягиванием принятия законного решения, отбить и обеспечить повернение на территорию контролированной Украиной частин и экспонатов Державного музейного фонда Украины. По мнению экспертов, а именно директора Киево-Печерского заповедника Любомира Михайлины, для успешного возвращения экспонатов в Украину стране следует ратифицировать ГААКскую конвенцию о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. По состоянию на 2004 год конвенция ратифицирована 108 странами. Ввоз культурных ценностей с оккупированной территории запрещен специальным протоколом к этой конвенции. Протоколом также предусмотрены правила о возврате экспонатов по окончанию военных действий в случае, когда они были временно перемещены на территорию другого государства. В Украине этот вопрос застрял в бюрократии, но министр пообещал, документ ратифицируют. Но первоочередное пока судебная тяжба в Амстердаме. Это вопрос работает и в ближайшее время, с привода этого, будут ухвалены рядовые решения. И после этого ратификация будет сделана парламентом. Но я не думаю, что это по сути что-то изменит, оскільки справа уже рассматривается. Пока будет ратификована конвенция, нам нужно брать участь в защите своей части, украинского государственного музейного фонда в судах Амстердама. Напомним, осенью 2014 года четыре крымских музея, музей Тавриды, заповедник Херсонес-Таврический, Бахчисарайский и Керченский заповедники обратились в суд Амстердама с иском. А в разразе коллекции – скифское золото. На отправке ценностей на оккупированный Россией Крым настаивают представители Государственной Думы и директор Российского государственного музея «Эрмитаж». 21 января 2015 года в Амстердаме начались слушания по делу о возврате коллекции скифского золота из Нидерландов. По словам представителя университета Амстердама, Алаш-Персон-Мюзеем находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами через их законных представителей. Сегодня у нас в гостях сотрудник Украинского института национальной памяти, кандидат исторических наук Сергей Громенко. Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Ну, первый, самый главный вопрос. Вообще, о чем речь? Да, насколько велика культурная, историческая и денежная ценность так называемого скифского золота? Во-первых, так называемого. А во-вторых, мы, ну, вряд ли мы можем говорить о каких-то там денежных измерениях такого рода вещей. На самом деле, я хочу вас успокоить сразу, и телезрителей, 90% всех вещей, которые были отправлены на выставку, они были отправлены из музеев материковой Украины, и они благополучно в 2014 году вернулись в Украину к местам своего постоянного хранения. Речь идет о том, что осталась небольшая часть, принадлежащая четырем музеям, Симферополя, Бахчисарая, Судака и Севастополя, и вот их-то до сих пор не вернули, и вокруг них, собственно говоря, и ведется спор, который спор о хозяйствующих субъектов переходит на межгосударственный. На самом деле, где было найдено это, ну, скифское золото? По большей части оно было найдено в Крыму, и, опять же, по большей части, сохранялось в крымских музеях, хотя мы понимаем, что во времена Российской империи было далеко не правилом, а скорее исключением. Например, самые главные находки так называемого скифского золота были отправлены в Эрмитаж, и там они хранятся. Поэтому какая-то, это небольшая часть, я бы не сказал, что она имеет общемировое значение, хотя для Украины, безусловно, это важно и с символической, но и с культурной точки зрения тоже. А почему вы так настаиваете, что оно так называемое скифское? Ну, потому что, несмотря на то, что там изображены по большей части скифы, на самом деле не скифы делали это золото, и оно вообще, строго говоря, и не золото, а по большей части, опять же, сплав золота с серебром, и делали его греческие мастера по заказу самых влиятельных и богатых скифов, преимущественно царей, ну и так, цариков поменьше. Поэтому оно, в общем-то, так называемое скифское золото. Хорошо, если его делали греки, да, изображали на нем скифы, то почему оно принадлежит Украине? Почему оно принадлежит Украине? Потому что в границах 1991 года все, что находилось на территории Украины, теперь принадлежит Украине в тот или другой способ, поскольку ничего противоположного не было утверждено никакими международными договорами. Все стоянки первобытных людей, которым насчитывается по миллиону лет, тоже принадлежат Украине, хотя понятно, что украинцы в них не жили. Ясно. Хорошо, тогда такой вопрос. А реально ли вернуть обратно в Украину скифское золото, которое сейчас находится в Амстердаме? Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что речь идет не о споре хозяйствующих субъектов, то есть музея Амстердама и четырех музеев Крыма. Речь идет о межгосударственном отношении. Кстати говоря, почему так долго этот процесс тянется? Потому что музей Амстердама не хотел принимать самостоятельное решение и обратился в суд. И вот суд, наконец, принял первое решение о том, что Украина является членом, ну то есть участником этого процесса. Нидерланды, в свою очередь, не являются участником процесса. А вот кто будет второй стороной, это вопрос. И на самом деле от этого зависит. Потому что речь идет не о споре Украины с музеем в Амстердаме. Речь идет о том, кто будет представлять эти крымские музеи. Будет ли их представлять крымская власть на каком уровне? Будет ли их представлять Российская Федерация? Повлияет ли на решение суда в Амстердаме то, что Нидерланды присоединились к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, одобряющей и поддерживающей территориальную целостность Украины? Вокруг у этого очень много юридических вопросов, но я не готов компетентно их обсуждать. Хорошо. Тогда такой вопрос. Почему на Украине... Это же очевидно, да, что эти музеи должна представлять Украина, эти музеи должны быть созданы на территории Украины? Ну, если Министерство образования в течение года хватило понимания того, что некоторые вузы из числа находящихся на временно оккупированных территориях надо бы ликвидировать юридически там и воссоздать в другом месте. Например, Донецкий национальный переехал в Винницу. И хотя мы понимаем, что Донецкий национальный университет в Виннице это немножко оксюмарон, тем не менее, тот, который остался в Донецке, он не Донецкий национальный университет Украины в принципе. Не существует такого юридического лица. Тем не менее, Министерство культуры как-то не озаботилось тем, чтобы ликвидировать крымские музеи и перевести их в, собственно, Украину. Не позаботилось принять какой-нибудь соответствующий акт о том, что если что из крымских музеев уходит, то возвращаться должно в Украину. Ну и другие такие вещи, о которых мы, в общем-то, не задумывались тогда. И вот они теперь выходят нам боком сегодня. То есть просто-напросто на Западе, в данном случае в Нидерландах, подходят к этому процессу с точки зрения обычного бюрократа. Они брали в Крыму и они как бы формально обязаны вернуть в Крым те самые музеи, откуда они брали. Да. Но против бюрократической логики музея работает бюрократическая логика временно оккупированных территорий. Невозможно попасть в Крым иначе, чем через территорию Украины. Соответственно, возникают трудности. А кто будет растамаживать, ну, очень условно говоря, все эти грузы, кто будет ставить штамп о пересечении этой территории. Ну, понятно. То есть поэтому это золото должно вернуться в Украину. Скажите, пожалуйста, а были ли мировые прецеденты возвращения культурного наследия приблизительно вот в таких ситуациях? К сожалению, к сожалению, именно таких ситуаций, а может быть и к счастью, кстати говоря, таких ситуаций в последние лет 50 не было. Но нельзя сказать, что процессы такие вообще не ведутся. Например, Советский Союз, ну, мягко говоря, позаимствовал определенную часть культурных ценностей нацистской Германии после 1945 года оправдывать это грабежами, собственно, немцами своих коллекций. Окей, ну, кроме, собственно, советских коллекций, довольно много всякого другого добра ушло в запасники. Например, знаменитый пергамский алтарь, или он же алтарь сатаны. И многие годы немецкие власти разыскивали культурное наследие из берлинских музеев по Советскому Союзу. Что-то вернулось, что-то не вернулось, что-то до сих пор отрицают, что-то помпезно передали. Но, в принципе, это довольно распространенный процесс, когда многие десятилетия спустя официальные власти ищут музейные ценности и довольно часто их возвращают. Спасибо. Будем надеяться, что то, что скифское золото из крымских музеев находится сейчас в музеях Амстердама, облегчит их путь возвращения домой на Украину. У нас в студии был сотрудник Украинского института национальной памяти, кандидат исторических наук Сергей Громенко. Спасибо. Что общего между заместителем председателя российского правительства Дмитрием Рогозиным и боевиками ДНР? Высокопоставленный чиновник выложил историю своего крымского отдыха, которая в интернете сразу же обрела популярность. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин свой визит в Крым по-хозяйски расположился на присвоенной оккупантами даче народного депутата, предпринимателя, экс-губернатора Донецкой области Сергея Таруты. Об этом Рогозин сам сообщил на своей странице в соцсети Facebook, выложив соответствующие фото. О своем месте отдыха российский зампред одозвался не самым лесным образом. А вот этому украинскому зодчему, губернатору-олигарху Таруте, в фантазиях не откажешь. Прихватизировав санаторий Айвазовский, он разбил здесь изысканный японский сад с сакурой и причудливыми гигантскими валунами, специально привезенными из Японии, а также разукрасил лестницы венецианской мозаикой. Вся эта красота вновь национализирована республикой. Лечебно-оздоровительный комплекс Айвазовская принадлежит структурам экс-губернатора Донецкой области олигарха Сергея Таруты. Комплекс входит в активы корпорации «Индустриальный союз Донбасса». Площадь здравницы, расположенная у подножия горы Аюдак, составляет 25 гектаров. Государственный совет аннексированного Россией Крыма присвоил лечебно-оздоровительный комплекс Айвазовская и прилегающий к нему парк-памятник в Порт-Ините 12 ноября 2014 года. В сети интернет-визит высокопоставленного чиновника вызвал обсуждение и проведение параллелей. Многие сравнили поведение и отдых Рогозина на территории чужой собственности с видео боевиков ДНР, которые чувствовали себя как дома в поместье одного из донецких олигархов. Крым уже больше года находится в оккупации. Крым оккупирован российскими властями. Будет ли Крым украинский, зависит в том числе и от каждого из нас. Вы смотрели программу «Крым.Лив» о том, как Крым живет в условиях российской оккупации. Увидимся через неделю в программе «Крым.Лив». С вами был Александр Янковский. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин